Конфликт Думы и правительства. Кто виноват? Был упущен, конечно, вот этот момент. Упущен момент вот этой новой идеологической модернизации, нового веяния. И царь, к сожалению, не успел правильно среагировать. Первая Государственная Дума. Почему Николай Второй ее распустил? Николай Второй оказался человеком и не слишком далеким, и безвольным. А в условиях кризиса, который охватил страну, безвольный правитель – это самое худшее, что может быть. Кризис власти империи. Кто его провоцировал? Ленин призывал к военному поражению России в Первой мировой войне и переводу Первой мировой войны в Гражданскую войну в Россию. Принято считать, что истоки российского парламентаризма проявились лишь в начале 20-го столетия, когда появилась Первая Государственная Дума. Но это совсем не так. Институты народного представительства, такие как Вечи, Княжеские и Боярские Думы, Земские Соборы, на протяжении всей многовековой истории России служили диалогом между властью и обществом. Если под понятием парламент понимать некое такое общественное сборище всех слоев населения, которые имеют как-то свободу слова, свободу высказывания, собрания и так далее, то российская история, она гораздо, скажем, древнее всех этих цивилизационных ареопагов греческих и тому подобное. Но самое известное, конечно, у нас Новгородская Веча, где так называемые 600 золотых поясов от всего Новгорода представляли все народное население Новгорода. Сейчас почему-то ходит такое мнение, что это были особо богатые люди, поэтому их было 600. На самом деле это просто были люди, которые имели свой двор. И было всего 600 дворов в их садении в Великом Новгороде. Но почему считается, что Россия отставала от просвещенной Европы? Согласно историческим источникам, парламентские традиции европейских государств складывались веками. А вот в России первое представительное учреждение в современном понимании этого термина было созвано лишь в 1906 году. Это учреждение получило название «Государственная дума». Она прозаседала почти 12 лет до падения самодержавия и имела 4 созыва. Они-то думали, либералы, что вот сейчас вся власть у них в руках. Они, кстати говоря, и власть Государственной думы так втихую ликвидировали и были новыми абсолютными правителями. У них и законодательная власть была, и исполнительная, и на места они своих комиссаров разослали. Во всех четырех созывах Государственной думы наибольшее количество депутатов были из трех социальных слоев – поместного дворянства, городской интеллигенции и крестьянства. Именно они принесли в думу навыки общественных дискуссий. Дворянство имело, например, почти полувековой опыт работы в земстве. Интеллигенция использовала навыки, приобретенные в университетских аудиториях и судебных премиях. Крестьяне несли с собой в думу многие демократические традиции общинного самоуправления. Среди образованных людей того времени, среди интеллигенции, очень широкое распространение получили демократические взгляды. Либерально-демократические, либерально-западнические. То есть идеализировалась западная демократия. Она идеализировалась и профессорами, и юристами, и генералами, которые тогда в значительной мере были интеллигентными, образованными людьми. Официально народное представительство в России было учреждено манифестом от 6 августа 1905 года. Вот его текст. Объявляем всем нашим верноподданным. Государство российское созидалось и крепло неразрывным единением царя с народом и народа с царем. Ныне настало время, следуя благим начинаниям их, призывать выборных людей. От всей земли русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов. Включая для сего в состав высших государственных учреждений особое законосовещательное установление, коему предоставляется разработка и обсуждение государственных доходов и расходов. Придумать такое, возродить такое общественное собрание, это, как говорится, витало в воздухе при всех императорах. Начиная Екатерина II, потом Александра I, декабристы на Сенатскую площадь, опять же мы знаем, Александр III. Но наконец-то Николай II решил все воплотить в неком таком юридическом виде, созвав Государственную Думу. Боярская вот была Дума, и никто не говорил, что это представительство рабочих крестьян. А вот Государственную Думу их собрали всех с миру по нитке и предоставили им право решать жизненно важные вопросы. Там, дебет, кребет, сальдо, бульдо, сколько потратить, сколько получить, как поделить деньги. Ну, они представляли свое мнение на этот счет. К их мнению обычно никто и не прислушивался. Но они его представляли. Манифест 17 октября 1905 года существенно расширил полномочия Думы. Царь вынужден был считаться с подъемом революционных настроений в обществе. При этом контроль над Думой было решено осуществлять через избирательное законодательство. Вся система государственного управления России, в общем, если пользоваться выражениями, имевшими большую популярность в советской историографии, прыгнило. И это было так, действительно. Отдельные представители администрации царской проявляли понимание того, что происходит, но они не могли повлиять на ситуацию в целом. По закону о выборах 1905 года учреждались четыре избирательные курии – землевладельческая, городская, крестьянская и рабочая. По рабочей курии к выборам допускались лишь те рабочие, которые были заняты на предприятиях, где работало не менее 50 человек, что лишало избирательного права 2 миллиона рабочих. Мало кто знает, что тогдашние выборы не были всеобщими, равными и прямыми. Не имели права голоса женщины, молодежь до 25 лет, военнослужащие, ряд национальных меньшин. Во всех мировых цивилизациях, демократиях и тому подобных структурах всегда были некие такие категории людей, которые не имели права голоса. Всегда. В первую очередь это были женщины. Везде и всюду. Кстати, только Советский Союз дал равноправие женщинам, что она могла голосовать, избираться и быть избранной. Вот. Избирать и быть избранной. А вторая категория, конечно, малоимущие. Ну, правильно, бомжам и тому подобным было запрещено избираться. Тоже везде и всюду. Возрастной ценз. Типа, пока ты не поумнел, тебе нечего и избираться, и быть избранным. У нас в Советском Союзе тоже было возрастно с 18 лет. Ты имел право избирать, а с 21 года быть избранным. Вот. То есть совершенно такие ограничения, общие, мировые. Ничего нового Николай II не внес в это дело. В землевладельческой Курии один выборщик приходился на 2000 избирателей. В городской – на 4000 избирателей. В крестьянской – на 30000, в рабочей – на 90000 избирателей. Но и это еще не все. Для рабочих и крестьян устанавливалась весьма своеобразная трех- и четырехстепенная система выборов. Общее число избранных депутатов Думы в разных созывах колебалось от 480 до 525 человек. То, что состав Думы и численно колебался в зависимости от созыва Думы, это какая-то такая загадка непонятная. Что этим подразумевалось дело? Действительно, на этих 400 человек. И все, и пусть 400 человек избирается. По всей видимости, смысл был в том, что появлялись, исчезали некие партии, общественные группировки, губернские созывы и так далее, рабочие комитеты, и им давался их маленькая квота, чтобы они в Думе представлялись. Если уж дали, даже большевикам дали квоту, я не помню, насколько человек, но они тоже создали в Государственной Думе. Первая всенародно избранная Дума смогла проработать лишь четыре месяца. С апреля по июль 1906 года. За время ее работы состоялась всего лишь одна сессия. Партийное представительство Первой Думы было таким. 179 кадетов, 97 трудовиков, 16 октябристов, 18 социал-демократов. От национальных меньшинств было 63 представителя и 105 беспартийных депутатов. Каждому давал свое представительство. За исключением суфражистов, скажем так. Женщин, представляющих. А так, купеческие гильдии говорили, ну как это так, мы тут кормим всех, поем. Притом купеческие гильдии тоже по-разному представлялись. Купеческие гильдии старообрядцев представлялись как отдельные представительства. Купеческие гильдии просто. Промышленники говорили, как же так, мы промышленники. Сельскохозяйственники говорили, мы же вас кормим, мы пшеничку сеем. Зачастую это были совершенно беспартийные люди То есть ни в какие партии не входили Но при этом тоже купечество выдвигало от партии черносотенцев Своего представителя Это у нас такое понятие, что черносотенцы Это такие охотнорядцы с Кайлом Которые ходят и Бауманов бьют по улицам Нет, это обыкновенная нормальная общественная организация Черная сотня Председателем Первой Государственной Думы Был кадет, профессор Московского университета Сергей Андреевич Муромцев С самого начала своей деятельности Дума продемонстрировала, что представительное учреждение народа России Даже избранное на основе авторитарного избирательного закона Не будет мириться с произволом и авторитаризмом исполнительной власти В ответ на тронную речь царя 5 мая 1906 года Дума приняла документ В котором потребовала амнистии политическим заключенным Реального осуществления политических свобод Всеобщего равенства Ликвидации казенных, удельных и монастырских земель Меньше давления, больше свобод И тогда бы Россия двинулась бы вперед Дальше бы к развитию Но это не было сделано Не было уловлен вот этот момент Вот этот ветер перемен Знаете, когда есть такая пословица Когда дует ветер перемен Подставляй паруса, а не строй стену А царское правительство стало строить стену То есть максимально зажимая Очень хорошее финансирование в тот момент получила царская охранка Были многие агенты Которые внедрялись в эти рабочие кружки Выявляли зачинщиков И на каторгу отправлялись люди То есть каторги в то время были переполнены Революционерами Хотя это тоже была кузница кадров Через 8 дней началось противостояние Думы и правительства России Председатель Совета Министров Горемыкин решительно отверг все требования Думы Которая в свою очередь провела резолюцию о полном недоверии правительству И потребовала его отставки Министры объявили Думе бойкот И демонстративно внесли в Государственную Думу Свой первый законопроект Об осигновании 40 тысяч 29 рублей 49 копеек На постройку пальмовой оранжереи И сооружении прачечной при Юрьевском университете Дума сразу же ответила градом запросов Мало кто знает, что за 72 дня своего существования Первая Дума приняла 391 запрос о незаконных действиях правительства Николаю Второму война парламента с правительством была не нужна И он Первую Думу попросту распустил Если сравнить Александра Третьего с его преемником Николаем Вторым То Александр Третий выглядит как, так сказать, образец государственного мужа А Николай Второй оказался человеком и не слишком далеким и безвольным А в условиях кризиса, который охватил страну Безвольный правитель – это самое худшее, что может быть Правитель может быть глупым Он может быть жестоким Но безвольным в такой ситуации он быть не может Потому что иначе все развалится Вторая Государственная Дума тоже просуществовала недолго Всего лишь пять месяцев С февраля по июнь 1907 года Депутаты также смогли отработать только одну сессию По составу депутатов она была значительно левее Первой Думы Хотя по замыслу царедворцев должна была бы быть, наоборот, более правой Председателем Второй Государственной Думы был избран Федор Александрович Головин Земский деятель, один из основателей партии кадетов и член ее Центрального комитета Малоизвестный факт Именно Вторая Государственная Дума 20 марта 1907 года Впервые провела обсуждение записи государственных доходов и расходов До Первой мировой войны мы были на первом месте в мире В десятые годы 20 века при Николае Втором На первом месте в мире по темпам экономического развития В том числе промышленного развития То есть у страны были великие экономические, геополитические перспективы Вот это все было Интересно, что большинство заседаний Первой Думы и Второй Думы Было посвящено процедурным проблемам Это стало формой борьбы депутатов с правительством В ходе обсуждения законопроектов Которые, по мнению правительства, Дума не имела права обсуждать Правительство, подчиненное только царю Не желало считаться с Думой А Дума в качестве народной избранницы Не хотела подчиняться такому положению вещей И стремилась тем или иным способом добиться своих целей В конечном итоге Противостояние Дума-правительства Стало одной из причин того Что 3 июня 1907 года Произошел своего рода государственный переворот Власти изменили закон о выборах И распустили Вторую Думу Ситуация была неплохая В принципе Если не сравнивать нас С другими державами А просто оглянуться, так сказать На путь экономического развития России То как раз годы Начиная с 1911-1912 Россия переживает экономический подъем Довольно высокие темпы экономического роста В общем, хорошие урожаи И ситуация сравнительно благополучная Но это не означало Что в стране царит социальный мир Результатом введения нового избирательного закона Стало создание Третьей Думы Состав которой был более послушен царю В Третьей Думе резко сократилось количество Оппозиционно настроенных по отношению к самодержавию депутатов Зато увеличилось число верноподданных избранников Крайне правых экстремистов Третья Дума Единственная из четырех Проработала весь положенный по закону о выборах в Думу Пятилетний срок С ноября 1907 года По июнь 1912 года За этот срок состоялось Пять парламентских сессий Третья Дума проработала В общем-то Долго, потому что я так думаю Что просто у Николая Второй руки не дошли ее распустить на самом деле И я считаю, что это неправильно Может быть, если бы он ее распустил То он бы чуть-чуть отстросил бы Февральскую революцию А так Она просто никому не мешала Вообще Дума никому не мешала Я не знаю, зачем ее большевики-то распустили Надо было остать Думу И думала бы она дальше Председателем Думы избрали Октябриста Александра Николаевича Хомякова Которого в марте 1910 года Сменил крупный купец Промышленник Человек отчаянной храбрости Александр Иванович Гучков Общая картина была благостная Все его любили Многочисленные балы Люди от восторга Бросали шапки кверху Когда выходил царь Все падали в Ниц Но был упущен Конечно, вот этот момент Упущен момент Вот этой новой Идеологической модернизации Нового веяния И царь, к сожалению Не успел правильно среагировать От этого, конечно Максимальное на него Влияние Оказывало окружение Которое окружение не докладывало ему Что на самом-то деле Дела обстоят плохо Не так все красиво Но кто такие октябристы? Это партия крупных землевладельцев И промышленников Которая управляла работой всей Думы Причем главным методом их работы Было блокирование разных вопросов Несмотря на свое долгожительство Третья Дума с первых же месяцев образования Не выходила из кризиса Острые конфликты возникали по разным поводам По вопросам реформирования армии По крестьянскому вопросу По вопросу об отношении к национальным окраинам А также из-за личных амбиций Раздиравших депутатский корпус Но и в этих крайне трудных условиях Оппозиционно настроенные депутаты Находили способы Высказывать свое мнение И критиковать самодержавный строй Перед лицом всей российской империи В принципе в стране была не такая уж плохая ситуация То есть положение рабочего класса российского Вполне соответствовало положению в других странах Я говорю об уровне жизни И по зарплатам, и по продолжительности рабочего дня Ниже была продолжительность только в Соединенных Штатах В России даже карточек, в военной России карточек не было Скажем, в Германии были И если вот в России рабочий, да любой гражданин Мог прийти в магазин и купить все, что хочет В магазине То в Германии не только карточки В зиму 16-17 годов В Германии от голода умерло примерно 700 тысяч человек Четвертая и последняя в истории самодержавной России Дума Возникла в предкризисный для страны и всего мира период В канун Первой мировой войны И просуществовало почти полных пять лет С ноября 1912 по октябрь 1917 года состоялось пять сессий По своему составу Четвертая Дума мало отличалась от Третьей Разве что в рядах депутатов значительно прибавилось священнослужителей Председателем Четвертой Думы весь период ее работы Был крупный екатеринославский землевладелец Человек, обладавший масштабным государственным умом Октябрист Михаил Владимирович Родзянко Приводился разговор между Родзянко и Николаем Где Родзянко предупреждает Николая Что если вы не дадите ответственное министерство То есть по сути дела конституционную монархию Либеральную реформу То не пройдет и трех недель Как грянет такая революция Которая сметет вас И вы уже не будете царствовать Я вот буквально цитирую этот разговор Обстановка в стране не позволила Четвертой Думе Сосредоточиться на крупномасштабной работе Ее постоянно лихорадило Шли бесконечные личностные разборки Между лидерами фракций Да и внутри самих фракций К тому же С началом Первой мировой войны В августе 1914 года После крупных провалов Русской армии на фронте Дума вступила в острейший конфликт С исполнительной властью Ну сначала были патриотические настроения Патриотический подъем Где-то полгода он продержался Но в 15-м году уже Патриотических настроений не было И за что воюем И так вот несколько Несколько лет продолжается И простые люди не могли Этого понять А тут агитация большевиков Против войны А Ленин говорил, что эта война Якобы захватническая Совершенно игнорировал, что на нас Напала именно Германия Ленин призывал К военному поражению России В Первой мировой войне И переводу Первой мировой войны В гражданскую войну в России Несмотря на всевозможные препятствия И засилье реакционеров Первые представительные учреждения В России оказывали серьезное воздействие На исполнительную власть И заставляли считаться с собой Даже прослывшие Самыми жестокими правительства Неудивительно Что Государственная Дума Плохо вписывалась В систему самодержавной власти И именно поэтому Николай Второй Постоянно стремился От нее избавиться Ленский расстрел В 1912 году Спровоцировал Стачки Солидарности В которых участвовало 350 тысяч человек В 1913 году Бастовало уже Примерно 1,2 млн А в 1914 году Только за первые половины года Бастовало 1,3 млн При этом в Петрограде На Выборгской стороне Сооружались баррикады Чего там не было Даже в Первую русскую революцию То есть Накануне Первой мировой войны Ситуация была наколена до предела Мало кто знает Что через 8 лет И один день После обнародования Манифеста От 17 октября 1905 года А именно 18 октября 1913 года Николай Второй Подписал два указа С открытой датой Первым указом В столице империи Санкт-Петербурге Вводилось осадное положение А вторым Существовавшая тогда Четвертая дума Досрочно распускалась С тем Чтобы вновь избранная Пятая дума Стала уже Не законодательным А лишь Законосовещательным Органом Министр внутренних дел Маклаков Получил право Обнародовать законы Только тогда Когда сочтет Это нужно На самом деле Существовало две России Одна официальная О которой Вот мы царской Мы говорим И другая неофициальная Вот у этой неофициальной России Было совершенно Другое понимание Того Как должна Устроена жизнь Быть Не по кодексу Гражданских законов Это все Барские штучки Вот Это все Кровопийцы Которых вообще Нужно было При возможности Всех перебить 3 сентября 1915 года После принятия Думой Выделенных Правительством Кредитов на войну Ее распустили На каникулы Вновь Государственная дума Собралась только В феврале 1916 года Но проработала Эта дума Недолго Лидер партии Кадетов Главной Собственно Либеральной партии России На тот момент Это лидер Неформальный лидер Прогрессивного блока То есть Думского большинства Это человек Который Опять же Тоже сыграл Очень важную роль В февральской революции И накануне Собственно Когда вот Произносил Свою знаменитую речь 1 ноября 16-го года Где обвинял Собственно Императрицу И премьер-министра Штюрмера В государственной измене 16-го декабря 1916-го года Очередная дума Была распущена За участие В дворцовом перевороте Свою деятельность Она возобновила Только 14-го февраля 1917-го года В канун февральского Отречения Николая II От власти 25-го февраля 1917-го года Четвертая государственная дума Была вновь распущена И больше никогда Официально не собиралась Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok